И по идее, банда в этой коробке призрак. На ваших глазах на счет 3 открываю. Раз, два, три. Я просто ничего не понимаю. Блин, там реально какой-то призрак. Что творим? Про меня зовут Сергей Орис. И, бро, сразу же, просто сразу же. Бери подписываться на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Лучший банди на ютубе. Теперь дремя супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, в противобежении очень нравится быть под нами. Так что подписываться на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Самый сильный банди на ютубе. Эй, бро, сегодня у нас непростое видео, просто посмотрите, что у меня есть. Взгляните, банди, это же реально жесть. Это называется дип-бук-коробка. Эй, бандит, если вдруг ты не знаешь, что такое дип-бук, то это призрак, которого они приняли в рай. И он все еще ходит по земле в ожидании того, что его заберут в ад. И в это время, когда он найдет свои очереди, его запечатывают в такой вот коробке мальфары. После чего он живет там всю вечность. И по идее, банда в этой коробке призрак. Окей, банда, я эту коробку дип-бук. Я купил в Даркнете за несколько биткоинов. Да, стоило, это жутко дорого, но вы только вглядитесь на эту коробку. Вы только посмотрите. Здесь есть какой-то специальный слой специального воска. И все просто закрыто. То есть здесь щели, они полностью закрыты, чтобы призрак точно отсюда не вылез. Это жутко выглядит, банда. А сама коробка, она полностью черного цвета. А здесь впереди какой-то замок. И сегодня, банда, именно сегодня мы откроем эту коробку. И посмотрим, что в ней внутри. Хотя, по идее, банда, как только я открою эту коробку, я сразу же выпущу призрака. И это просто шесть, банда, и ты реально слышишь басню. А знаешь, что, бандит, помимо этой коробки, Даркнете еще продавались карты. Собственно, те карты, по которым ты можешь найти, где находится эта коробка. То есть ты можешь сам ее найти и выкопать. И знаешь, что, бандит, давай на это видео наберем 30 тысяч лайков. Да, супримбанда. Например, это самая сильная банда на ютубе. 30 тысяч лайков я покупаю эту карту. И сам еще эту коробку Дейбок. После чего я открою на том же самом месте, что супримбанда 30 тысяч лайков. Для нас это вообще ничего, бандам. Так что, бандит, давай опускать, они застасут царский лайк. Окей, бандит, это реально жесть. Потому что сегодня мы реально открываем эту коробку из Даркнета. Вы только посмотрите, как она выглядит. На вид банды это как будто реально истекшая кровь. А возможно, воск здесь и накрытый кровью. Банда, это реально жесть. Но сегодня мы откроем эту коробку и посмотрим, что в ней внутри. Только вот я надеюсь, что когда я открою эту коробку, я не выпущу призрака. Иначе у меня будут огромные проблемы. Но тем не менее, банды, прежде чем открывать эту коробку, смотрят, что там есть внутри. Мы сначала проведем на ней несколько экспериментов. Мы проверим ее на паранормальную активность. Думаю, будет очень интересно. Окей, банды, это просто безумие. Посмотрите на эту коробку. Она же реально выглядит устрашающе. Как будто уже в ней живет призрак. Хотя, по идее, банды так и есть. Нереально уже живет призрак. По легендам. Или правда там живет призрак, я не знаю. Но мы, банды, сегодня эту проверим. Перед чем я открою эту коробку, я проведу несколько экспериментов. Я хочу проверить, ли правда здесь же паранормальная активность. Потому что на западе, когда ребята открывали эти коробки, а на минуточку таких коробок всего 10. У меня четвертая. Но банды и еще остальные коробки спрятаны, которые можно найти по карте. Так что, банды, 30 тысяч лайков, я покупаю карту и ищу сам эту коробку. Итак, банды, зарубежные блогеры и специальные приборы, которые мне могут проверять эту коробку. Которые показывают паранормальную активность. У меня такого нет, поэтому я используюсь дедовским методом. Я возьму всего лишь диктофон, скажу, что в диктофон приложу коробки. И если мне ответят что-то в диктофон, я очень сильно наложу в штаны. Окей, банды, диктофон есть. Всего лишь нам нужно сказать что-то сюда и приложить в коробки. Господи, банды, это, наверное, самый волнительный момент, который только может быть. Потому что, если вдруг будет ответ, то это просто выносит мозги. Окей, банды, давайте. Я запускаю диктофон и что-то говорю. Так, смотрите, диктофон реально включен. Окей, запускаю. Привет, алло. Окей, банды, получилось, я все записал. Есть целых 17 секунд записи, давайте ее прослушаем. Надеюсь, там все будет хорошо. Это запись. Черт. Привет, алло. Это я сказал, это вы слышали. Окей. Где-то в этом я уже приложил в коробке. Вы слышали, банда? Там реально был звук, стоп, стоп, стоп. Давайте переслушаем. Возможно, мне просто послышалось, но через белый шум я реально что-то услышал. Привет, алло. Слушайте, банда, я реально что-то услышал, сейчас будет. Вы слышали? Там реально были иностранные слова. Он сказал, hello, и help. То есть, привет, помоги. Hello. Когда я сказал, алло, он не ответил, hello. Получается, что это все правда, банда. Там реально есть призрак. О, черт, супрем, банда. Это реально жесть. Тем не менее, банда, мы должны открыть эту коробку и посмотреть, что там внутри. А что, если я реально, когда я открою коробку, я выпущу призрака? И он будет жить у меня дома. Но я готов, банда, ради вас. Ради того, чтобы вы его видели, я готов. Ради того, чтобы показать вам, что супер, ребят, у меня есть тот самый нож, который мы все открываем. Я думаю, банда, пришло уже время открыть эту коробку и открыть все тайны. Что же находится в таких коробках? О, банда, это реально жестко. Эксперимент показал, что там реально что-то есть. Это просто жестко. Окей, банда, для того, чтобы открыть эту коробку, нам нужно провести специальный ритуал. То есть, нам нужно поджечь свечи. 8 свечей, как говорится, нужно открыть 8 свечей, чтобы выпустить призрака. Я этого не очень хочу делать. Но если я открою просто без ритуала коробку, то у меня могут быть проблемы. Призрак может выйти очень зол. Тем не менее, банда, у меня все готово для того, чтобы открывать эту коробку. Что, что, прям, банда, пришло время оттирать этот воск. Очень страшно, я им клянусь, очень страшно. Ещё этот какой-то странный замок. Окей, давайте начнём. Так, в принципе, банда всё пока что идёт нормально. О, чёрт, оно просто всё сцепится, банда. Это просто жесть. Окей, открываем её дальше. Нужно весь этот воск оттереть, иначе она просто не откроется. Думаю, сзади по бокам не обязательно открывать. Коробка должна и так уже открыться, но давайте всё же это сделаем. Окей, банда, вот так вот сбоку. О, хорошо, пошла, смотрите. О, банда, жесть, посмотрите. Мы отканули большую половину этого воска. Господи, осталось только это. Посмотрите, здесь какой-то странный замок. Окей, банда, открываем на ваших глазах. Это обычная проволока. Интересно, как же она сдерживала здесь призрака? Она реально сдерживала, потому что я не могу открыть коробку просто так. Нужно реально всё здесь открывать. Как-то странно, что мальфары, которые запечатывали этих призраков в этих коробках, пользовались обычной проволокой. Но, возможно, банда на этой коробке наложена заклятия. Окей, банда, фук. Самый волнительный момент, Супримбанда. Пришло время оттирать эту проволоку и открывать. Смотрите. Окей. Ой, здесь вот такой вот целый кусок воска отпал. Окей, банда, самый волнительный момент. Мы открываем коробку дип-бук. Коробку с демоном или же призраком. Окей, я готов. На ваших же глазах, банда, открываю. Смотрите, чтобы вам тоже всё было видно. Ну как? Было что-то видно? Вроде бы нет. Окей, Супримбанда, что у нас здесь есть? Посмотрите. Господи, банда, посмотрите. Здесь какой-то странный кристалл. Чёрт, это что-то очень странное. Окей, давайте просто это отложим. Возможно, с помощью этого как-то здесь и держался призрак. Но пока что ничего не происходит. Возможно, здесь не было никакого призрака. Возможно, это было самое настоящее кидалово. Здесь какая-то ещё книжка лежала. Ничего не понятно, посмотрите. Это книга реально. Окей, книга, возможно, она просто здесь не держится, посмотрите. Окей, писать просто то, что это мистика, писать просто то, что оно само. Окей, банда, тем не менее, в этой коробке лежала какая-то странная книга. Христианские веры. Окей, банда, это древняя книга, это что-то про религию. Это просто жесть, банда. И ещё, банда, я увидел, что здесь лежит какой-то старый хрестик. Посмотрите, супри-банда. Это реально какой-то хрестик. О, господи, он полностью деревянный. Чёрт, супри-банда, это реально жесть. Я не знаю, для чего здесь лежали все эти вещи. Но мне реально это уже становится не по себе. И почему-то меня такое чувство, как будто за нами кто-то наблюдает. Окей, банда, это просто жесть. Я не знаю, что здесь по поводу всего этого. Здесь лежали две религиозные вещи. И это странный кристалл. Господи, зачем всё это было? Я просто ничего не понимаю. Господи, пожалуйста, пусть это будет мое жизофрение. Дверь открыла шкафы. О, чёрт, банда. Похоже, мы реально выпустили призрака. Супри-банда, вы видели? Дверь открылась сама сзади мной. Было видно? Да, было. О, чёрт, банда, это просто жесть. Окей, нужно просто всё это спрятать. Чёрт, надеюсь, призрак сюда назад вернётся. Больше не будет ничего делать. Окей, банда, это просто жесть. Нужно быстрее совершить этот ритуал. Окей, господи, призрак, пожалуйста, вернись. Чёрт, супри-банда, нет. Нужно быстрее сваливать с этого дома. Чёрт, посмотри. О, господи, это просто жесть. Супри-банда. Окей, банда, это просто жесть. Возвращаемся назад в комнату. Чёрт, вы видели это? Там только что сама подвинулась дверь. Погодите, а здесь кто-то есть? Эй? Нет, Супри-банда здесь никого нет. Получается, что мы реально выпустили призрака. То есть, получается, что все эти вещи как-то близко духу к этому призраку. Что у нас здесь? Но погодите, у нас здесь только какая-то старая библия и хрестик. И ещё этот кристалл. Что это всё может означать? А значит ли это то, что этот призрак на самом деле как-то слишком близок к лиригии? Получается, что этот призрак... О, чёрт, нет, я не буду этого говорить. Этого Ютуб не пропустит, такого под смысла. Чёрт, банда, это просто жесть. Если вы догадались, банда, о чём я сейчас говорю, то напишите об этом в комментариях. Ну, блин, не понимаю, зачем тогда здесь этот... Вот и он сыпется. Что вообще происходит? Чёрт, банда, это реально жесть. Это очень похоже на соль. Но это не соль, банда, она даже не пахнет как соль. Чёрт, Суприм, банда, я вообще без понятия, что делать. Окей, банда, это просто жесть. Я не понимаю, что вообще происходит в этом доме. Ты слышала? Да, я слышала. Кто-то стучал, Дэрд, нам, погоди. Нам нельзя выходить. У меня есть камеры видеонаблюдения около входа. Сейчас я посмотрю, кто там. Зачем он постоянно стучит в дверь, банда? Зачем он это делает? Что ему вообще в нас нужно? Погодите, банда, это точно не тот призрак, который убил здесь. Потому что тот призрак всё ещё где-то в доме. А тот призрак пришёл к ему. Получается, банда, что это какой-то родственник или что? Окей, Суприм, банда, нужно просто закрыть дверь, чтобы сюда больше никого не пускать. То, что мы сегодня надели, это реально жёстко. Никогда не нужно этого повторять, потому что, блин, это очень опасно. Окей, Суприм, банда, я не знаю, что делать. Чёрт, надеюсь, он сюда больше не вернётся. Окей, банда, это просто жесть. Как-то быстрее избавиться от этого призрака. Потому что нам ещё от него будет очень много проблем. Окей, банда, ну это я её уже буду делать не на видео. Окей, банда, так же, давайте, 30 тысяч лайков. И я сам покупаю карту, и сам ищу эту посылку. И открываю в том же месте, где я найду. Посмотрим, что с этого получится, Суприм, банда. Господи, нужно реально у него как-то быстрее уже избавиться. Суприм, банда, так что вот, коментариза от прошлого видео. Господи, какие не шикарные, просто идеальные комментарии. Суприм, банда, если вдруг ты хочешь подключать видео, то сегодня же минус даже на колокольчик, и всё, брат. Коментируйся в следующем видео, вот такой призрак, как мне видео, лайк, 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 коментируйся в следующем видео. И, бро, знаешь что, оставайтесь с такими шикарными. Пока!